Всем привет! Вы на канале Догблог, и сегодня будет большое видео о том, как мы водили Юстаса на груминг. Сейчас он такой вот лохматенький, водим мы его каждые два месяца, и пришел тот день. Едем на груминг. Юстас всегда очень волнуется в машине, наверное, потому что мы его редко катаем, он всегда не может усесться, ему надо повертеться. Ездит он, кстати, только на коленях, и зачастую дрожит в дороге. Но, к счастью, нам ехать недолго. Вот, кстати, сейчас мы проезжаем мимо МГУ, тут всегда очень красиво. Вот и Юстас. Скоро мы приедем, ехать нам не более 20 минут, так что наслаждаемся поездкой. Тут библиотеки разные, здания МГУ. Стрижка, кстати, у нас занимает около трех часов, потому что Юстаса прямо и моют, и стригут полностью. Вот мы уже, кстати, заходим. Юстас более-менее расслабился, решил размять лапы. Мы уже идем, заходим, стрижем его всегда там. Вот как выглядит все это. Тут и место встречи, ветеринарный центр, груминг-центр, понятное дело, зоомагазин. Так что, раз мы приехали чуть пораньше, нам надо будет ждать нашего грумера. Кстати, к концу видео мы расскажем, сколько это стоило, как долго это вообще было. Мы срежем его в Москве, вот мы тут живем. Так что, так вот. Вот тренировочный клуб есть. Вот такой вот богатый выбор разных клеток, переносок. Ой, Юстас, держись, сейчас будешь туда залежать. Переносками мы Юстаса мучить не будем, просто вот так вот его приставим, может одну в одну и спасатим, потому что все-таки у него и так будет стресс, как-никак три часа стоять, стричься. Вот это вот нас зацепило. Она, в принципе, красивенькая, поэтому туда мы решили поставить Юстаса, посмотреть, как это вообще будет выглядеть, удобно ли ему будет. Но эту переноску мы брать не стали, потому что он, опа, и вот так вот выпрыгнул, а этого нам не надо, поэтому мы решили вернуться к грумеру, к центру. Юстас, хочешь зайти? Не, он, видимо, не хочет заходить, уже знает, что там его ждет, да? Он посмотрел ее, а, да, нафиг надо вообще, да? Да, действительно. Смотрите, вот так вот Юстас выглядит сейчас, и в левом нижнем углу показано, какой результат от стрижки мы хотим. Всегда вот по такому образцу мы его стрижем. Так что, смотрите, сейчас будем начинать. Юстас уже вот так вот закрепили. Грумер сейчас будет начинать, поэтому, наверное, зайдем внутрь, чтобы было получше видно нашего песика. Ой, смотрите, уже начал волноваться, уже нервничать, дрожит, все. Поэтому вначале его иногда приходится успокаивать. Он все, смотрите, прям дрожит, прям боится. Я долго с камерой, наверное, стоять не буду, потому что Юстас это отвлекает, будет неудобно его стричь. Вот, начали мы с ушек. Тут начинают уже бритвы состригать ему первую шерсть. Юстас стоит, немного волнуется, прям по глазам видно, хочет уйти. Но уйти не получится, Юстас. К нам на помощь пришел еще один человек, отвлекающий маневр, да? Ну, а правда, с Юстасом надолго это не сработало. Но сейчас он молодец, стоит спокойно. Но вот, что будет дальше, узнаем. Как видите, уже становится много шерсти, хотя мы только начали стричь его. Мы стрижем его не в ноль, то есть у него остается шерсть, можно потрогать. Зимой мы его одеваем в комбинезон, потому что как раз, чтобы он не замерзал. Так что вот так вот продолжаем стричься. Вот тело ему постригли. Морду и лапу будут стричь позже. Сейчас его надо помыть, искупать. Вот столько шерсти осталось. Ох, Юстас, терпи, малыш. Вот сейчас его будут мылить, мыть. Юстас вообще сразу начинает вопить, скулить. Не любит мыться, вот не очень. Не приветствует он купание. Но все равно, если его купают, то он особо не дергается. Все-таки понимает, что надо стоять спокойно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мылим, мылим мохнатого. Пока его моют, еще раз покажу шерсть. Много шерсти вообще. Красивые надписи, груминг для здоровья питомца. Так, Юстас уже помыли, высушили и начали заниматься лапами. Да, лапки тоже стрижем, ровняем. Ему вот вообще в это время надо стоять спокойно, но он не всегда может так. Поэтому сейчас он в принципе спокоен. Иногда бывает и похуже. Давайте, чтобы не было скучно, покажу вам вообще в принципе. В этом зоомагазине есть и всякие кролики, хомяки, попугаи, и рыбки тоже есть. Тут вообще много всего. Муравьиные фермы недавно появились. Поэтому пока три часа стригут собаку, чтобы не скучать. Можно выйти, посмотреть, как тут, что тут. Можно выйти, посидеть в кафе напротив. Тут вообще кролики, попугайчики, хомячки. Все такие милашки. Прям можно наблюдать и наблюдать. Смотрите. Еще, кстати, походили, посмотрели всякие миски. Тут вообще для хомяков, но они такие красивые. Вот с мандаринками есть всякие. Это вот здесь, в ближайшее кафе, сверху выглядит очень интересно. С огромным-огромным куском пиццы, герляндой. Но сейчас уже едем возвращаться к Юстасу. Ух ты, боже. Увидел, увидел. Все, счастье, счастье. Да, хозяйка вернулась, но не забирает. Ой, Юстас. Вот иногда вот так вот он шалит. Не дается. Сейчас ему будет три чугушка равнять, видимо. Все-таки, когда стригут собаку, лучше отходить куда-нибудь. Также походить по зоомагазину, сходить в кафе. Потому что вот если вот так вот рядом стоять, как я сейчас, то собака будет отвлекаться, скулить, нервничать. Поэтому я стараюсь сильно не стоять, отходить, чтобы была возможность нормально его вообще постричь, посушить. Ну а тут груминг уже подходит к концу. Смотрите, забирают его. Все, он весь радостный, радостный. Сейчас уже все не имеет смысла им что-то равнять, потому что он вырвется в объятии хозяина. Ой, смотрите, какой момент. И Юстас, выбегаем. Смотрите, какой красавчик. Встретил какого-то мохнатого друга. Так вот мы выходим уже. Все, спустя три часа стрижки. Вот мы уже сидим в машине. Сейчас тут появятся результаты стрижки до и после. В общем, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. У нас есть сообщество, где много классных опросов, новостей. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok